Добрый вечер! В прямом эфире новости. В студии Владислав Цой. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишна. Независимость – фундамент процветающего Казахстана, потому сегодняшний праздник для многих особенно значимый. Страна прошла большой и непростой путь становления и развития. Под руководством президента Нурсултана Назарбаева за эти годы произошли кардинальные преобразования. Как результат Казахстан узнаваемым на международной арене и демонстрирует не только социально-экономический рост, а стал своего рода островком стабильности и межнационального согласия. О достижениях Казахстана за период независимости расскажет Назам Тенельбаева. За 23 года Казахстан достиг впечатляющих результатов, став полноправным и авторитетным членом международного сообщества под руководством главы государства. Уже забылись сложные времена становления после развала Советского Союза. Встранение было собственных средств. Что тут говорить о реформировании экономики и полной перестройке. Мы видим те достижения, которые за 23 года достигнуты. Когда произошло падение Советского Союза, когда мы потеряли хозяйственные связи, стоял вопрос, как выживать. И выжили в то время, и сумели построить прекрасный город наш корабль под названием Казахстан. В этом бурном море бушующем и кризисных явлениях сегодня держат правильный курс, находятся в руках опытного кормчего. За годы суверенитета Казахстан наладил сотрудничество со 180 странами. И сегодня закрепил лидерские позиции в регионе по привлечению иностранных инвестиций. Инвестиции, скажем, на душу населения Казахстана, по этой позиции мы практически занимаем первые места. Были годы, когда прямые инвестиции шли, Казахстан принял там 20-18 миллиардов долларов. В этом году тоже, значит, насчет этого обстоит дело неплохо. Я думаю, где-то там 15-16 миллиардов долларов. На заре независимости достижения нынешних результатов казалось несбыточной мечтой. Но уже сегодня именно Казахстан в числе 50 развитых стран стал своего рода брендом толерантности, где проводятся съезды мировых религий. За годы независимости именно наша страна стала лидером в антиядерном движении. А казахстанский президент стал автором всех идей по созданию интеграционных объединений на территории СНГ. Уже с января начнет действовать Евразийский экономический союз. И полным ходом ведется подготовка к международной выставке «Экспо-2017». Назовите Нильбаева, Жаслан Шакенов, Астана. История независимого Казахстана основана на сплочении и единении. Это высказывание Нурсултана Назарбаева на торжественном собрании по случаю Дня независимости нашло широкий отклик среди казахстанцев. Один из ключевых месседжей главы государства прост, но жизненно важен. Успех страны напрямую зависит от единства народа. На момент принятия декларации о независимости Казахстана Казахстан из себя представлял многонациональное государство. И хотя многие из политологов предрекали очень сложный период развития, именно то, что вот этот полиэтничный фактор мог работать, как в многих государствах он сработал, на разъединение. В Казахстане благодаря вот такой взвешенной политике, внутренней национальной политике, этот фактор стал фактором единения, фактором стабильности и фактором дальнейшего развития Казахстана. Независимость зависит от всех нас вместе взятых, от нашего всего общества, начиная с детского садика, получения образования в школе, получения образования в высших учебных заведениях и воплощения в жизнь этого образования уже в работе. Кем бы ни был гражданин, он должен понимать эти ценности. Сегодня трудно переоценить то, что сделано в Казахстане за годы независимости. Естественно, нам не нужно на этом останавливаться. Каждый сегодня будет вкладывать в будущее Казахстана, чтобы нашим детям досталось все самое лучшее, чтобы они могли открыть для себя все горизонты абсолютно. Выступление главы государства Нурсултана Назарбаева на торжественном собрании по случаю Дня независимости внимательно выслушали и в семье. Поддержали все антикризисные меры, озвученные президентом. При этом семьячане отметили, что за годы независимости регион сильно изменился. Построены социальные объекты и запущены новые предприятия. В городе активно развивается машиностроительная отрасль и создаются новые рабочие места. Успехи региона горожане связывают с мудрой политикой главы государства. Сегодня Казахстан, благодаря независимости, далеко шагнул вперед. Казахстан стал узнаваемым во всем мире. Его президент сегодня обладает большим авторитетом, международным авторитетом. Оно не только слова, это на самом деле. Ведь сегодня как мы живем, живем мы действительно хорошо. Если сравнить с другими регионами, другими бывшими нашими республиками, братскими республиками, мы далеко впереди. Я в течение почти 40 лет работаю в здравоохранении. И вот за годы независимости на себе ощущаю те позитивные перемены, которые произошли конкретно в нашем государстве и в нашем городе. Вы знаете, высокоспециализированная медицинская помощь приближена настолько в нашем городе, что каждый человек может получить экстренную помощь. В Казахстанской области ко дню независимости открыли сразу несколько социальных объектов. В числе значимых новая поликлиника на 250 посещений в смену в Кармакшинском районе. Ее строительство было начато в прошлом году. Объект возводили в рамках госпрограммы 350 врачебных амбулаторий и поликлиник. Новая лечебница обошлась республиканскому бюджету почти в полтора миллиарда тенге. Поликлиника оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием. Около 30 высококвалифицированных врачей и 200 человек медперсонала будут обслуживать 55-тысячное население Кармакшинского района. За последние два года у нас это третья поликлиника в районах, которая уже вводится в действие. На этапе завершения строительства еще одна поликлиника у нас в Джалагашевском районе. В рамках данной программы на сегодняшний день по всей области введены в действие за последние два года около 25 врачебных амбулаторий. На следующий год планируется строительство еще десяти таких же объектов врачебных амбулаторий, что позволит нам полностью закрыть потребность районов в объектах первичной медико-санитарной помощи. День независимости жителей Ембекши Казахского района Алматинской области встретили открытием новых соцобъектов, новыми автомашинами скорой помощи и праздником в новом доме. Его получила семья, в которой родилась тройня. Гульнара Умарбекова с подробностями. Это дом культуры города Исык, центра Ембекши Казахского района. День независимости здесь отмечали накануне праздника. Торжественной событию придавал оркестр. Исык городок небольшой, раньше было село, многие жители знают друг друга, радовались, что среди тех, кто был отмечен наградами, их сосед, друг или просто знакомый. Булат Джанасаев, которому была вручена медаль Ерель Ембекшин, говорит, что этот праздник для него особый. В 1992 году, будучи депутатом Верховного Совета, мы принимали закон о независимости. И чувства всех депутатов, которые были в зале, перенаполняли чувства гордости. Возле Дома культуры в ряд стояли новенькие автомашины медицинской службы. Их торжественно передали в 13 сельских амбулаторий. В этом году у нас двойной праздник. В июле 2014 года мы открыли новую амбулаторию. У нас открылась новая амбулатория. Теперь мы получаем новую машину. Нет недостатков медикаментов, кадры у нас. Мы получаем СКПН. Очень большое внимание уделяется государству именно медицине. Кстати, одна из машин уехала в сторону села Тургень, где именно в этот день открылась еще одна амбулатория. Светлое, теплое, с современным оборудованием. Прием пациентов здесь начался сразу после того, как разрезали ленточку. Эту амбулаторию ждали мы давно, потому что было старое здание уже непригодно для этого. Сейчас сделали здание новое, специализированное для аппаратуры новой. Надеемся, что нам еще и врачей прибавится в связи с тем, что здание новое, молодежь может потянется в село. Наверное, одними из первых пациентов у педиатра здесь будут тройняшки Мадина, Марьян и Маляка. Они родились в семье Туртуровых. Вместе со старшими девочками теперь у папы с мамой пять дочек. Тройняшки родились весом меньше двух килограммов. Сейчас им четыре с половиной месяца. Они набрали вес и чувствуют себя хорошо. Совсем недавно семья переехала в новый дом, который им выделило руководство района. Очень-очень рады, потому что у самих такой возможности, конечно, не было. Поэтому спасибо огромное всем, кто нам оказал такую поддержку. Мы очень благодарны, мы очень рады, мы в шоке. Как говорят родители, свой дом, семья, здоровые дети, мирное небо над головой – это уже большое счастье. Гульнару Марбеку, Манатышпай из Инбиджи, Казахского района, Алматинской области. В Уральске в честь Дня независимости открылся теннисный центр. Он построен на средства иностранных инвесторов. Стоимость проекта почти 2 миллиарда тенге. В центре четыре теннисных корта, внутри и четыре на улице. Для повышения уровня физической подготовки предусмотрены тренажерные и игровые залы. Трибуны для зрителей рассчитаны на 300 посадочных мест. Все, вплоть до кортового покрытия, соответствует международным стандартам. На базе центра будет открыта детская и юношеская спортивная школа по большому теннису. Для тренировки детей приглашены тренеры из соседней Самарской области. Так как своих пока нет. А ведь казахстанский тренер Валерий Шишкин открыл путь в большой теннис к выдающемуся теннисисту Евгению Кафельникову. Примечательно, что еще в далеком 1938 году первой чемпионкой Казахстана стала спортсменка из Уральска Лидия Кондранина. Но до последнего времени большой теннис в регионе не развивался. Теперь с открытием теннисного комплекса появились все возможности для подготовки будущих чемпионов. С открытием такого теннисного корта я уверена, что у начинающих теннисистов, у будущего поколения Казахстана имеется большая возможность показывать себя на международных соревнованиях, выигрывать первые места, доказывать, что наша страна достойна выигрывать. Впечатляет масштабностью проекта, большие инфраструктурные, вспомогательные помещения. Такого я не видел в России. Условия здесь все для воспитания чемпионов самого высокого уровня. Этот теннисный корт по своим требованиям отвечает возможности проведения здесь турниров ATP, WTE-тура. В Алматы на озере Сайран прошел традиционный 18-й джип-фестиваль, посвященный Дню Независимости. На этот раз количество участников было рекордным. Посоревноваться в этих популярнейших гонках приехали джиперы Астаны, Караганды, Талкургана и Бишкека. 18 лет назад ее организовал первый президент Алматинской федерации автоспорта Николай Маслов. С этой гонки начинали те, кто сегодня участвует в крупнейших гонках планеты в Дакаре, Африка, Эко-рейс, в этапах Кубка мира. Состязания проводятся в классах туризм, ТР2, спорт и абсолют. В самом сложном классе спорт в первую тройку вошли Серик Тукалов, Руслан Ахмудов и Вячеслав Раков. В этом году все сборы, которые идут от стартовых взносов, спонсорских взносов, все передастся семье одного из гонщиков, который пострадал в прошлом году в аварии. Решили все эти сборы отдать ему на лечение. Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в 9 вечера. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok